я хочу слушателям особо как говорится донести возьмите себе это вооружение все что с человеком происходит это происходит на уровне ощущений если человек слышит голоса это отклонение психическом здоровье здесь уже ни о каком просветлении ни о каком пробуждении речи не может и тем более опасно но кому-либо что-либо рассказывать то есть воздействовать на людей потому что здесь лучше обратиться к специалисту и чем быстрее тем лучше да потому что голосов быть не может вообще нужно осознавать что в реальности одного человек находится сам на сам да он слышит голоса извне потому что это отражательная система потому что находясь в персонажной игре до самой пьесе запускается закон который называется по образу и подобию человек ошибочно понимает да и трактует это библейскую фразу как то что у бога есть тело глаза руки ноги до борода уши волосы все и так и тому подобное то есть это ошибочная вещь потому что в основе это лежит персонификация нет нужно вскрыть что такое абсолют в самом себе за пределами образности то есть за пределами обусловленного ума обусловленного мышления что же делает человек он наоборот полностью поглощен мышлением полностью поглощен менталом и исходя из этой обусловленности и поглощенности судят о И вот потому и получается такой информационный винегрет. Потому что человек накладывает свои впечатления, ожидания, представления, свою ментальную образность на портрет Абсолюта. И это в корне неверно. Это огромная ошибка и опасное заблуждение. Никаких голосов не должно быть. Человек считывает ощущения в теле, которые он потом может интерпретировать как нечто, какой-то диалог, как некую динамику, как некое взаимодействие, как некий даже разговор. Но только не голосом. Когда человек слышит голос в своей голове, это уже клиника. А давай с тобой посмотрим вот на что. Если мы берем и делаем технический срез, то выглядит это следующим образом. Человек всю свою жизнь пребывает в информационном пространстве, атакуем информационными сигналами. Посредством взаимодействия с этими информационными сигналами уплотняется программа собственного мышления и зависимость от этой программы. Человек начинает задаваться вопросами, но не понимает, что им уже управляет определенная ментальная парадигма, определенный психический код. И человек, не замечая этого, пытается делать выводы. Как я уже говорила, на самом деле парадигма делает вывод за человека. Она делает вывод посредством него. Но человек ошибочно считает, что это он сам делает выводы. Или что у него есть такая точка зрения. Нет, она не у него. Это он у нее находится, у этой самой точки зрения. То есть это совершенно разный клинкор, и путать это нельзя. Так вот, когда человек начинает задаваться какими-то вопросами, он пытается себе объяснить то, что он видит глазами, то, что он слышит ушами, то, что он чувствует посредством тела вот это все внешнее взаимодействие с реальностью. И он находит, естественно, какие ответы, которые так или иначе он что-то где-то слышал, читал, воспринимал извне. И это и усугубляет сам информационный сон, и усугубляет саму спящесть, и невозможность освободиться от всего этого. Потому что человек находится в кабале, и он не видит, как эта кабала сформирована, как она активирована, да, и как она его контролирует каждый конкретный момент. С чего же надо начать? Сначала нужно действительно уловить, что все, что человек о себе знает, все, что он знает о мире, это информация внешняя. Это не внутреннее знание. Да, естественно, человек сначала что-то почитал, а потом он говорит, о, ну я это знаю. Это называется не знание, это называется осведомленность. Информационная осведомленность, и не более того. Знание – это то, что ты, вне зависимости от прочитанного или там где-либо слышанного извне, начинаешь получать изнутри. То есть в тот момент, когда ты настраиваешь контакт с сутью сознания себя. Но! Здесь есть очень большое но. Дело в том, что в человеке, да, есть различные ипостаси, есть ипостась образная, ментальная, есть ипостась сущностная, да, то, что относится к чистоте сознания. И зачастую человек говорит, я бог, да, я абсолют, я есть космос. Нет, это игра персонажа в то, как он себе представляет что-либо. То есть это его просто ментальная активность, причем в очень зажатых рамках, где контролируется все только иллюзией, да, и самим миражом. Естественно, благодаря неведению и отсутствию разотождествления. Для того, чтобы рассматривать что-то, иметь право судить, надо с этим разотождествиться. А если точнее сказать, стать разотождествлением. Когда человек начинает находиться в наблюдении за собой, а вернее сказать, за своим персонажем со стороны, он начинает не просто видеть определенные системы, механизмы, но он начинает ощущать некую ту позицию, которая позволяет ему видеть персонаж. То есть он начинает раскрывать что-то, что было от него спрятано, скрыто, накрыто вуалю, то, что было латентно. И само оно по себе без намерения человека, без его силы зовы, силы тяги раскрыться не может. Все зависит от того, насколько человек искренен с тем, что с ним происходит, насколько он правдив. Без этого пути в настоящесть нет и быть не может. Парадигма, она имеет свою capacity, она имеет свой потолок и свой лимит. И когда человек что-либо запрашивает посредством, находясь в этой парадигме и управляемый этой же парадигмой, у него есть определенный потолок, который он не видит. Это то, на что способна его образность. И, естественно, допустим, человек может считать себя интеллектуальным, начитанным. Да, возможно, его выводы, его точка зрения могут варьироваться по отношению к каким-то другим заявляющим, вещающим и так далее. Но, тем не менее, она будет строго коррелироваться с тем, что допустимо в программе самой парадигмы, допустимо эгрегором этой самой парадигмы. Но человек, увы, этого не знает. Я бы сказала даже так, что человек настолько в услужении у ментала, что он никак не может уловить эту дистанцию. Помнишь, мы с тобой много раз скрывали в подкастах, что такое тишина, что такое пустота. Человек пытается достичь такого, знаешь, звона в ушах от тишины, когда ничего не происходит. Этого не существует, потому что ментальное воздействие, оно необходимое. Оно создает саму спящесть и создает сам информационный сон. И человек не может оказаться вне мысли, но он может оказаться в удалении от этих мыслей. Он может почувствовать люфт. То есть смотри, есть большая разница. Допустим, человек смотрит кино, он вовлекается, он сопереживает и он забывает обо всем окружающим, что присутствует, что находится вокруг этого человека. И наоборот, если человек, допустим, готовит еду, убирается, ходит по квартире и фонова играет тот же самый фильм, то он не имеет воздействия на этого человека, потому что человек дистанцирован, он не сфокусирован на этом фильме. Человек должен ощутить пространство реальности одного и принцип устройства данной реальности. Как он это может ощутить? Естественно, не только из того, что он возьмет и послушает данный подкаст. Он должен вскрыть эти знания собой, потому что знания, полученные извне, в них может транслироваться истина, но в них также могут транслироваться различные другие информационные потоки, которые будут обволакивать, прятать, нивелировать эту истину. И чтобы отделить зерна от плевел, человек, естественно, должен выкристаллизовать в самом себе некий такой сенсор, который будет способен различать, опять-таки, не умом, не мышлением и мыслями, а ощущением тела, когда человек будет точно знать, он это додумывает или это он знает. И вопрос здесь всегда только в одном – насколько человек правдив, в первую очередь, самим собой, в любых делах, в любых вещах, нету чего-то важного и неважного, насколько человек точно ощущает, признает и проговаривает правду в отношении самого себя и всего того, что с самим собой связано. Если же человек предполагает, что он правдив, если ему кажется, что да-да-да, я в курсе, я понял, это не работает, потому что у голоса есть сакральность. Об этом мы тоже говорили много-много раз в подкастах, и я в постах об этом писала. Задача информационного поля – не выпустить человека из позиции жертвы. То есть он должен быть обусловлен, потому он, может быть, только тогда подконтролен, когда он не находится в контакте со своей сутью, сутью сознания бытия. И вот это делает человека жертвой и не дает возможности из нее высвободиться.